Здравствуйте, уважаемые пользователи Autodesk, а именно пользователи системы управления инженерными данными Autodesk World. Вы слушаете шестую лекцию третьего раздела использования, которая называется «Элементы. Запросы на изменения». Сегодня мы говорим про управление структурой изделия, а также процесс вноса изменений в те разработки, которые были либо уже завершены, либо сейчас находятся в разработке, но требуют каких-то правок. Данная лекция, как я сказал, является шестой. Прежде мы говорили про папки и файлы, права доступа, свойства, категория. В будущем поговорим про пользовательские объекты, пакетную печать, автолоадер и завершим цикл лекций использования, лекций проекты. Но перейдем к делу. Первоначально поговорим о том, что же такой элемент и о том, что такое структура изделия. Элементы – это то, чем компания управляет, что она монтирует, продает и производит. Элемент определяется по номеру элемента или номеру детали. То есть элемент может унаследовать свое наименование в зависимости от той детали, на которой он основан. Обычно элементы представляют детали, сборки, расходные материалы, такие как жидкости, смазки и заготовки, либо ведомости материала. Элемент может быть создан на основе, например, сборки инвентора. Также элемент может быть создан на основе любого объекта, хранящегося в системе. Например, деталь, документ Word, либо еще какой-то другой объект, который в конечном итоге должен быть включен в конечную структуру изделия. Также элемент может быть создан, например, на основе электрического объекта, полученного из системы Autodesk AutoCAD Electrical. В этом случае копируются все блоки, которые представлены как функциональные элементы в электрической схеме. Также элементы могут быть созданы вручную. Например, так могут быть созданы какие-то расходные материалы, либо покупные объекты. Потом созданные элементы совмещаются в конечную структуру производимого изделия. То есть каждый из элементов входит в структуру какого-либо другого элемента, который используется в конечном итоге для того, чтобы получить либо спецификацию, либо заказ на производство, либо еще какой-то документ, который необходим на вашем предприятии. Существует несколько правил работы с элементами. Некоторые из них. Элементы можно назначать для следующих файлов. Файлы IPT и EAM, то есть файлы деталей сборок Autodesk Inventor, возврат которых выполнен только с помощью настройки для Autodesk Inventor. Файлы DWG, созданные в программе Autocad и Autocad Mechanical, возврат которых выполнен с помощью настройки для приложения на основе Autocad. Файлы проектов Autocad Electrical, как я и сказал, при назначении элемента файлу DWG, который относится к проекту Autocad Electrical, элемент назначается файлу проекта или всем, содержащимся в нем файлам DWG. А также на основе любых файлов, отличных от Autocad, например, файлы документов Microsoft Office. И важное такое вступление. Перед тем, как назначить файлу элемент, необходимо вернуть файл в хранилище. То есть если файл не возвращен, то на основе него элемент создать не удастся. Задачи, которые пользователь может выполнить для элементов, определяются в соответствии с представленными ему правами. То есть права для элементов, а также жизненные циклы, также настраиваются администратором. Операции, применимые к элементу, определяются по параметру безопасности. Но об этом мы сейчас поговорим. Еще в данной лекции мы рассмотрим процесс внесения изменений. И я бы хотел рассказать на функциональной схеме работы с изменениями, как это работает. Первоначально, возможно, появляется ошибка в проекте, которую требуется устранить. После чего происходит инициация запроса на изменения. Как мы говорили прежде, запросы на изменения могут создавать только те люди, которые имеют роль редактора запроса на изменения. Затем происходит указание ответственных лиц, а именно список трассировки. Список трассировки в Autodesk Wall значит, что назначаются именно те люди, которые должны принять участие в том или ином изменении. После чего вносятся изменения в данный документ, либо в данную группу документов. И затем, соответственно, происходит утверждение изменения. Те пользователи, которые должны утвердить документ, им автоматически рассылается e-mail уведомления, а также появляется на рабочем столе напоминание о том, что нужно принять участие в принятии решения по данному изменению. Важное также отступление. Запросы на изменения доступны только в World Professional. Для создания запроса на изменения или участия в нем необходимо обладать правами администратора или редактора запроса на изменения. Необходимо заранее определить список трассировки, то есть список ответственных, и схему нумерации. После создания запроса на изменения список трассировки можно изменить. То есть, если мы уже создали запрос на изменения, но указали неправильных ответственных лиц, соответственно, в ходе управления изменением мы этот список можем изменить. Итак, перейдем к демонстрации того, как это работает. Выполним вход в систему от имени руководителя. Как вы видите, помимо проводника проектов у нас доступны несколько дополнительных опций. Это мастер элементов, а также список запросов на изменения. Данные опции могут быть отключены администраторами, если пользователям нет необходимости принимать участие в работе с данными объектами системы. Итак, у элементов, так же как и у всех объектов в системе Autodesk Vault, есть категории. По умолчанию существует несколько категорий. Это деталь, документ общий, приобретенный, то есть покупной объект, продукт, процесс, сборка, электрический и электрический проект. После того, как мы на основе сборки инвентора получаем список элементов, то есть структуру изделия, автоматом назначаются все категории. То есть, если это сборка, то автоматом назначается категория сборка. Категории мы, конечно же, можем менять. Создадим новую категорию для элементов, которую назовем расходные материалы. Установим цвет и укажем описание элементы для получения ведомости покупных изделий, например. Также в категории мы можем указать, доступна ли она пользователям. Окей. Создали новую категорию. Нам нужно назначить жизненный цикл этой категории. Этой категории назначим упрощенный процесс завершения, в котором у нас содержится всего два статуса. Это разработка и завершен. Назначим схему редакции, а также можем назначить дополнительные свойства данной категории. Итак, сейчас, как вы видите, в мастере элементов у нас нет ни одного элемента. Для того, чтобы его получить, необходимо выбрать любой файл в системе, после чего нажать назначить обновить элемент. Система обрабатывает запрос и у нас появляется дополнительное окно, в котором мы уже можем вносить какие-то правки в данный элемент. Элемент это часть структуры конечного изделия. То есть в данном случае мы получаем элемент на основе деталей инвентора и некоторые атрибуты уже заполняются. Например, автор последнего изменения создается автоматом категории. Здесь мы можем сопоставить свойства, если хотим массу и так далее. Также на этапе администрирования мы создавали новые единицы, которые как раз используются в работе с элементами. Наше изделие, а именно лопасть, имеет единицу измерения штуки. Соответственно, мы ее и оставляем. Если это будет какой-то другой объект, который должен будет иметь массу, мы сможем указать массу. На вкладке просмотреть мы можем увидеть, что из себя представляет элемент. Если это документ Word или какое-то описание, соответственно, здесь мы сможем его прочитать, просмотреть. Для детали, так как у нас не создана визуализация, мы не смогли просмотреть, но будучи визуализацией, мы сможем увидеть, что именно работает в элементе. После того, как мы создали элемент, система оповещает нас об этом определенным значком, такой квадрат, который говорит о том, что на основе данного объекта в системе создан элемент. На этапе создания проекта, то есть в предыдущих лекциях, мы создавали сборку, то есть сборку ветрогенераторов, в которую у нас входило несколько элементов. Это основание, лопасть, двигатель, ну и так далее. Соответственно, все эти объекты автоматически перейдут в структуру изделия. Для этого нам необходимо выбрать сборку и создать на основе нее структуру, соответственно, сгенерировать элементы. Как мы видим, для этой сборки у нас получилась структура изделия. Autodesk Vault обладает функциональностью включения и отключения строк, то есть, например, для получения того или иного документа мы можем некоторые строки включить, некоторые отключить. Если нам для определенного проекта нужно, к примеру, какое-то крепление, мы можем его здесь включить и получить определенный документ, включая это крепление. Если в другом проекте крепление не нужно, соответственно, мы можем его отключить. Также мы можем регулировать количество объектов в том или ином проекте, и, например, получать стоимость на основе количества, либо на основе каких-то других параметров. Как мы видим, в структуре изделия у нас полностью копирована структура сборки инвентора. Создадим дополнительный элемент пользовательский. Да. Мы можем сортировать те элементы, которые созданы. Например, выберем элементы сборки и видим только те элементы, которые хранятся в категории сборки. Также можем включить элементы электротехнические, электротехнические сборки и так далее. У элементов, так же, как у файлов и папок, есть своя структура свойств. Это и пользовательские атрибуты, и системные. Создадим новый элемент в категории расходные материалы. Назовем его, например, бетон. Данный элемент будет использован, к примеру, для крепления нашего объекта. И должен быть, конечно же, учтен при получении спецификации. Создаем новый элемент. Вводим наименование бетон. И описание используется при установке ветрогенератора. Указываем единицы. Это у нас будет литр. Мы, конечно же, можем создать кубические сантиметры, если хотим измерять объем. Но укажем литр, так как у нас данного объекта сейчас не создано. Окей, сохраняем наш новый элемент. И, в принципе, сейчас мы уже можем его использовать в спецификации на наш ветрогенератор. Как видите, потомков сейчас нету. Но здесь мы можем создать новые объекты непосредственно в окне редактирования элементов. Сразу же назначается номер данного элемента. Номер может быть назначен согласно схеме нумерации, использующихся на вашем предприятии. Создадим три новых элемента. Это будет вода, цемент и песок. Мы видим, что сейчас у нас измеряется в штуках, но при редактировании элементов мы, соответственно, сможем изменить параметры, в которых измеряется тот или иной объект. Итак, наши новые элементы. Открываем, видим, что создали бетон. Меняем параметры наших элементов, которые уже входят в структуру изделия. Например, цемент. Пишем в описании. Используется при изготовлении бетона. В литрах сохраняем и точно так же редактируем остальные объекты. Итак, единица измерения литр, наименование песок. Описание также используется для изготовления бетона. Сохраняем и, соответственно, у нас уже структура изделия обновлена в зависимости от новых вводных. Видим, что задали неправильную категорию нашему еще одному элементу. Меняем ее на расходные материалы. Также у нас не введен заголовок. Исправим это. Редактируем еще один элемент. Пишем «Вода». Используется при изготовлении бетона. И указываем единицы литра. Итак, спецификация на получение стойки из бетона, то есть для крепления ее поверхности. Указываем, что нам понадобится 100 литров воды, 50 литров песка и 150 литров цемента. Как я и сказал, эти параметры могут быть изменены. Например, добавлены атрибуты какие-то, у кого заказывают, например, тот или иной материал. И так далее. Теперь мы можем изменить состояние данного объекта. Например, изменим состояние бетона и видим, что он защищен от редактирования. То есть для всех пользователей, которые планируют использовать бетон в своих спецификациях, он будет защищен от редактирования, например, если это стандартный какой-то объект. Перейдем к спецификации, к структуре изделия нашего ветрогенератора. Найдем с помощью поиска бетон, добавим его в систему и видим, что, соответственно, для получения бетона нам нужно столько-то, для получения 100 литров бетона, нам нужно использовать там столько-то цемента, песка и воды. Здесь также можно настроить, чтобы происходило суммирование. Но это не стандартный функционал, поэтому я его здесь не показываю. Указываем, что нам нужна одна сборка изделия голова, а также в голове будет у нас три лопасти. Как видите, различные номера. Для того, чтобы обновить номера, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на элемент и написать «Выбрать изменить номер», выбрать «Порядковый». Соответственно, этот порядковый номер будет присвоен элементу при обновлении. Номера элементов – это то же самое, что схема нумерации документов при работе с Волтом, при работе, например, с Autodesk Inventor. Также функционал работы с элементами в Autodesk World позволяет сравнивать несколько спецификаций между собой. Например, если вносились изменения в какие-то из версий спецификации, в будущем мы сможем сравнить, какая была первоначальная спецификация и какая она стала в конечном итоге. Система выделит необходимые нам измененные объекты красным либо подсветит зеленым те, которые добавились. После того, как мы создали элемент, структуру изделия, мы можем получить на основе него отчет. Как я и говорил, в составе поставки есть определенный набор шаблонов для получения отчетов. Например, выберем шаблон BOM Multi-Level и увидим отчет в таком виде, где сможем просмотреть всю интересующую информацию. Эти шаблоны могут быть, конечно же, настроены. Сейчас у нас одна версия спецификации, поэтому сравнить не удастся. Сейчас система напишет, что сравнить данные версии нельзя. То есть мы пытаемся сравнить потомка с родителем. Для того, чтобы сравнить, нужно иметь либо несколько спецификаций похожих, либо иметь версионность, то есть спецификации, которые мы используем. Также можно экспортировать структуру изделия в формат, например, Excel, XML, либо в формат проекта DWF. Для этого нужно выбрать экспорт, ввести имя файла, ввести индикатор спецификации, либо это номера уровней будут, либо родительский элемент, и, соответственно, уже получить отчет для загрузки, например, в ERP-систему, либо для передачи, может быть, смежником или еще кому-то. Также по спецификации мы можем получить комплект файлов. Для этого нужно выбрать спецификацию, нажать кнопку комплект файлов. Это дискета с миром, с земным шаром. Соответственно, таким образом мы сможем получить весь комплект файлов по той или иной структуре изделия. Ну и, конечно же, все изделие мы сможем просмотреть в окне просмотра. Как я и сказал, могут быть созданы свойства и назначены элементом. Они также будут зависеть от той категории, в которой находится тот или иной объект. Добавим некоторые жизненные циклы к элементам. Например, основной процесс завершения и пользовательские схемы нумерации. Выбираем элемент. Видим, что сейчас используется порядковый номер. Но можем создать и свои схемы. То есть мы создавали схему нумерации тест-драйва. Можем создать то же самое в принципе для работы с элементами. После завершения элемента мы также, как и при работе с другими типами файлов, можем в нижнем окне просмотреть структуру данного изделия. Для того, чтобы быстро перейти к элементу, можно кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать «Перейти к элементу» и уже просмотреть, где применяется, что входит в спецификацию, отсортировать либо только детали, либо первый уровень компонентов, либо несколько уровней, включить только включенные объекты, либо только исключенные, ну и так далее. Выбрать версионность, редакции и так далее. Также элементы могут участвовать в запросах на изменения, как и стандартные файлы. Итак, перейдем теперь к обзору функционала запросов работы с изменениями. Во-первых, мы можем настроить видимые запросы на изменения для пользователей. Для того, чтобы работать с запросами на изменения, как я и говорил вначале, нужно иметь определенными ролями, а именно редактор запросов на изменения уровня 1 или уровня 2. Для того, чтобы инициировать запросы на изменения, нужно обладать редактором запросов на изменения уровня 2. Соответственно, чтобы просматривать, принимать участие редактором запросов на изменения уровень 1. также мы можем ограничить изменение состояния жизненного цикла запросами на изменения если файл не принадлежит запросу на изменения соответственно жизненный цикл у него изменить не удастся также можем ограничить состояние жизненного цикла в которых записи файлов и элементов не могут насходиться при то есть состоянии разработка можем выбрать определенные этапы в котором не смогут находиться файлы если не добавлен запрос на изменения также при работе с запросами на извини на изменения то есть извещениями в изменениях создается определенная папка пометок куда пользователи смогут вносить свои пометки если это будут файлы саппор в формате dvf это файл папка пометок отличается от тех пометок которые хранятся системе при работе без запроса на изменения сейчас выберем какую-нибудь деталь и переместим ее в состояние завершено не можем этого сделать потому что одна из редакций не завершена точнее не отмечен проверяющий человек как вы помните в лекции по настройке жизненного цикла мы указали что если нет проверяющего то перемещение из этапа разработка совершено недоступно укажем проверяющего видосов к и после чего сможем переместить файл уже в то состояние которое нам необходимо то есть состояние завершён и так файл в нужном нам состоянии сейчас для того чтобы добавить его запрос на изменения необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мыши выбрать добавить запрос на изменения затем в новый на главной странице запросов на изменения мы видим что мы можем указать номер запроса на изменения а также обязательно нужно ввести заголовок и подробное описание заголовок где пользователи смогут понять что нужно сделать вкратце то есть нужно изменить например тот объект вот сейчас я пишу что необходимо доработать существующий цилиндр пишу подробное описание что проработать отверстие внутри цилиндра диаметром таким-то и указываю срок до которого данное изменение должно быть завершено например до следующей пятницы также запроса на изменения могут быть добавлены свойства но а схема нумерации мы уже об этом говорили они могут быть созданы точно так же как и схема нумерации файлов и так у нас добавляется файл запрос на изменения мы можем включить сюда неограниченный набор компонентов например добавим еще какой-то файл осуществим осуществим поиск например запрос на изменения могут быть добавлены какие-либо инструкции в любом формате затем можно ввести комментарии пользователи таким образом могут перевести переписку по изменениям данные комментарии будут отправлены всем пользователям данного запроса на изменения по email а также появится уведомление на рабочем столе о том что внесены какие-то комментарии например напишу что комментарий доработка и его тело коллеги в изделие таком-то нужно ввести такие-то правки к данному комментарию могут быть добавлены вложения точно так же абсолютно любой файл система autodesk world и соответственно как я сказал можно указать адресатов электронной почты видим что есть комментарий видим что есть вложения и также сразу же сможем данные вложения просмотреть затем после того как мы ввели общие указали файлы которые должны быть изменены вели комментарий если это необходимо можем просмотреть файлы которые участвуют а также очень важный момент список трассировки список трассировки задается сразу же при создании системы ну точнее желательно это сделать то есть назначаются все ответственные люди которые будут участвовать в том или ином изменении список трассировки задается в глобальных параметрах определение списка трассировки запроса на изменения и соответственно здесь уже нужно создать имя и трассировку ту которую которая будет использоваться например назовем трассировку внесение изменений разработки и укажем ответственных лиц помимо того что мы укажем ответственных лиц необходимо будет вести их роли то есть конструктор у нас будет обладать такими-то ролями в данном запросе на изменения редактор документа будет обладать следующими ролями например рецензент и уведомляющий пользователей руководитель будет обладать ролями автора запроса на изменения рецензент и так далее и технолог соответственно ответственный инженер и рецензент то есть любой из тех пользователей которые участвуют запрос на изменения сможет работать на том или ином этапе данного запроса то есть если запрос на изменение будет находиться в работе соответственно каждый из ответственных инженеров сможет принять участие если на этапе проверка то соответственно каждый из рецензентов сможет также принять участие в данном запросе на изменения так мы создали новый список трассировки который как я и говорил может быть использован и изменен в текущем запросе на изменения отметим его в том запросе на изменения которые мы создали как вы видите в панели мой рабочий список появился новая запись запрос на измерить на изменение номер 001 и дата теперь переходим в трассировку нужно выбрать правка точнее правая кнопка редактировать изменить список трассировки из выпадающего меню выбрать внесение изменений в разработке система говорит о том что будут предназначены пользователи и соответственно пользователи добавлены разделены по ролям на панели статус мы увидим в каком именно сейчас состоянии находятся данные данные изменения нажимаем сохранить и эти пользователи которые должны получить уведомления на данном этапе его получают после чего нам необходимо данные запрос на изменения запустить в работу как мы видим сейчас у конструктора запроса на изменения нет он его не видит так как он еще не запущен в работу открываем данный запрос у пользователя руководитель правой кнопкой делаем ответ и отправить пишем сообщение если необходимо например конструктор 1 внесите изменения например отредактируйте заданный документ указываем адрес от электронной почты у нас не настроена поэтому письмо 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 не придет но при настройке серверной части это сделать можно сейчас отправляем данный запрос на изменения в работе то есть сейчас он находится в статусе открыть то есть открыто отправляем в работу после чего мы заходим в окно конструктора и видим что у него появляется данный запрос на изменения при выборе его мы сможем просмотреть всю историю все что необходимо сделать все те файлы которые необходимо изменить подробные комментарии а также сейчас конструктору отправилась уведомление на почту то есть принять пропустить данные изменения если это необходимо в принципе будет невозможно здесь мы можем сразу же просмотреть что именно нужно изменить ну внесем необходимые нам правки читаем что нужно задать новые отверстия Берем файл и приступаем к редактированию. Нажимаем открыть, соответственно открывается документ, то есть в нашем случае деталь в системе Autodesk Inventor. Меняем состояние на разработку. Выдаем файл себе на редактирование. Создаем новый эскиз, в котором делаем новую окружность радиусом 2 мм. Затем делаем выдавливание и возвращаем готовую деталь с отверстием назад в систему Autodesk World. Пишем комментарий, что добавлено отверстие по запросу на изменения такому-то. В принципе, данный комментарий может быть также поставлен автоматически либо при настройке жизненного цикла, это можно настроить, либо при использовании Autodesk World Data Standard. Итак, открываем наш запрос на изменения. Во-первых, видим, что у нас появилась новая версия в редакции DE, которая уже имеет отверстие. Снова переходим в запрос на изменения. От пользователя конструктор. Видим файл. Не создалась визуализация, но мы можем это сделать. Соответственно, чтобы пользователи смогли просмотреть, что правки действительно были внесены в данный документ. А также можем просмотреть все версии, которые были у данного файла. Выполнить какие-нибудь построения. измерения, внос правок, если и соответственно нажимаем правой кнопкой со стороны конструктора, переводим в состояние обзор, то есть на рассмотрение, вносим комментарий, что изменения внесены, проверьте, именно этот комментарий отправится в сообщение электронной почты. Обновляем запрос на изменения и видим, что статус изменился на обзор, после чего переходим в рабочее окно инженера, при двойном клике на определенный статус мы видим, кто какую активность принимал на данном этапе. Переходим в рабочее пространство руководителя, обновляем запрос на изменения, видим, что статус изменен на обзор, видим комментарии и сразу же можем просмотреть файл, внести правки какие нужны и соответственно утвердить данное изделие, уже перевести его обратно в состояние завершено. Правой кнопкой утвердить, это будет значить о том, что правки приняты и запрос на изменения можно закрывать. После того, как мы завершаем данный запрос на изменения, мы можем получить отчетную информацию по нему в любом виде, как видите появился замок, что значит, что запрос на изменения утвержден, а если мы переведем его в закрыто, пользователи уже не будут иметь доступ к информации, которая в нем хранится. вот, например, выполним печать сводки по запросу на изменения, введем заголовок отчета, например, отчет о запросе на изменения 001, происходит генерация данного отчета, и мы видим все изменения, которые вносились. Во-первых, описание проблемы, что было сделано, кто принимал участие, в какое время, в какой статус переводил, какие правки совершены и так далее. Здесь мы можем также напечатать, сохранить фолд, ну и так далее. Это все, что я хотел сказать по функциональности механизмов работы с элементами структуры изделия и запроса на изменения. На этом лекция 3.6 подошла к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...